Садились погреться на край сезари, не стучали крылом и не пили свое гуля-гуля. А потом и крылечек не стало. Крыты к ворот, на которых, когда выезжала гнидая кобыла, запряженная в розовый, в цыркало дымился кот, и по первому свисту, как ветром его носило. А потом и фундамент носил, подался каркас, обозначив эпоху упадков, которую криво он и вплыл, к собой киборизмон, пока не увяз в переходном ландшафте, где карти сиренник и крапит. А весной, когда салой водой и на полной мишу, то есть, просто хотел я сказать, картошка подмокла, пронесся на слом. Я вот подошлый мишу, мы не понял сперва, и продержу по детству и сегру. Было утром апреля. Кричали на дубе с дворцы, так что падали сучи, стучат. Не застыл в холодильнике. Если это не ветки, стучат, а спряжащий принцесс. Не, аужели что? Трупу голубая твоя, одессея. Время странная вещь. Сам себе я окажусь стариком. Был ребенком и мужем, любил. И чем дальше, тем ярче вижу все свои дни, как один. И по-детски тайком, как замочную скважину, взялись. Паль нож тебе ставит. Это как бы помимо меня, в своей жизни живет. Это в небо слепое летит обезглавленный петел, в черной платье сорвавшись, обешанными крыльями бьет. И дощатые крылья сортира взрываются с петель. Это в сумерках слышно жужжание майских жуков, засыпающих клеймом, и слег от болотного сена, прозыхающего во дворе, и не счесть синяков от ликующего кувыркания, и саднет колено, или гром прогремит. Черви вылезут после грозы, тучи птиц налетят, и замажут на них рукавами огородные пугалы, грозно тросяк в картузы. Разве это расскажешь? Кому и какими словами? Или все это? Вот так вот, порешили на слов, а потом рассудили, кому он мешает. И клиенту, почесав в коллективном затылке, решилась полком, а не прочили сделать ремонт. И прикинули смету. Да, забыл, этот дом был измышлен, за что говорят, был милицией взят, перестроен на скорую руку, три угла под жилье, а в лесницку устроили склад, а сначала холодную, а про хозяев не в звуку. Это все предыстория, впрочем. Начните, вспоминать, и не будет конца, куда заведет, неизвестно. Дом как дом, на широкую ляжешь кровать, и не знаешь, куда повернуться, и колка, и тесно. А еще не такое уйдет. Он в городке возвышался на двохный собор, сведенный на месте их древней кеджеской флешки. Он всплывал по реке, где берегов платили, и вслух обсуждали известия. А еще я застал трубочистов, застал печников, за которыми, как за святыми, ходили легенды. В городских пустухов я застал, и последних коров, вредобреев надомных, в огне в полях потешили. Если вспомнили о печниках, воздадим опечей. Как стреляла она берестою, как в день непогодный завывала, как выла ночами. Ау, рекпачи, не сыграть ли отходную нам трубе домохотной? Я об этом подробно пишу, потому что пример ни на что не смотрит, как только ввести мордиролога на старопосадские укладки. Да и самый размер, петестопные анаписни, как сани, скрипучий, не ловок. А еще домовой. Как бы пчелка за нами глядела. Не люблю я прошедшее время в стихах, но тетрадку я мораю сейчас, и быть может, какой-то пострел проучить уже случай ждет, выставая рогатку. А на правду сказать, как собака, верчусь за хвостом, а о главном боюсь. Я приставил еще на вокзале, а приехал к сестре и гляжу, да, узнаешь с трудом, рубероидом скрыт, два котла, а в воде отказали, да и угол в смысле. Двухквартирный, две мачты антенн, поднял кверху и дальше плывет, в облаках и в мастере. Если бы в бочке сидеть, я хотел бы не как Диагерна, как Юнга на мачте, чтобы сирены мне были. Я люблю молодую дачу. Я у нее и любимцем, опасником был, да и буду, пожалуй, но ты-то все шуточки шутишь, все ткешь суровье, ты одряхлый, так моя. Глядишь, молодой дачу. Я люблю эти старые стены, и даже не их, а суровую участь, которая связана с ним. Этот синий, пронзительный гост, толкающий стих. Зоркий промысел тех, кто буждает путями земными. Хорошо вечерами у нас. Выйдешь в темный простор подышать на лесном и стоишь где-нибудь в сарае. Вон упала звезда, другая летит через двор. Не земляк ли, гадаешь, глазами ее провожая. Надо завтра нарезать цветок и проведать свои. Прохладно. Все-таки невероятная жизнь, если в коре идет каждый шорох и штрих, но дети уже подросли. Мои, ну-ка, ладно. Вот и дом нашел. Шелести же листвой парусин, призевающий прах, недалекая наша Эллада. Ибо живо лишь то, что умрет, как сказал бы плотин. А иного, увы, не дано. Это уже не надо. Ух, браво вам, браво! Да, это просто целая волна.